Итак, друзья, очень давно уже Яндекс не выпускал никаких исследований. Вот выпустил подкасты в России. Друзья, вы не знали, но смотрите, по графикам подкасты в России становятся всё более популярными и популярными. 2017 год, вот видите, как в 2020 растёт. Будем, конечно, пробежимся только по графикам. Количество активных подкастов за месяц. Новые подкасты, короче, красные – это новые подкасты, жёлтые – это не новые подкасты, старые. И вот видите, кстати, смотрите, сколько волнами. То есть, новые появляются, потом пропадают, опять появляются, и вот так вот появляются, пропадают. Распределение подкастов по количеству выпущенных эпизодов. Неактивные, активные, ну вот, можете наблюдать сами. Дальше, доля дослушивания в зависимости от длины эпизода. Ну и, как видим, если эпизод до 30 минут, то больше всего, значит, 80, почти, процентов дослушивания и так далее и тому подобное. Ну, тут, если, естественно, тоже поставить, где в ТикТоке, знаете, короткие, там, одноминутные ролики, то там будет вообще, наверное, 99,99% досматривания. Потому что только ты, ролик прошло, там, несколько секунд, всё, ролик уже закончился, всё, ты досмотрел, даже ничего не понял. Категории подкастов. Ну, давайте, самые популярные три – общество и культурно-науковое образование, бизнес и работа. А самые непопулярные – это религия и мистика, спорт и музыка. Вот три самых непопулярных. Теперь смотрите, какие подкасты слушают люди разного пола и возраста. Самое удивительное, смотрите, вот ниже – младше, старше – мужчина и женщина. Так, друзья, давайте смотреть самое интересное. Младше всего, то есть дети, школьники чаще смотрят подкаст про игры, баскетбол, обсуждения и рецензии кино и сериалы. А вот девушки смотрят вначале про преступность, потом историю кино, потом личные истории, потом ментальное здоровье, дизайн и визуальное искусство. Ну, а парни, естественно, стендапы, шутки, кино и сериалы, разговоры с юмором, новости и технологии. Ну, а когда постарше, ребята, мужчины чаще интересуются религией, хотя мне кажется, что женщины намного, значит, ну, больше интересуются религией, гастрономией женщины в возрасте, увлекаются медициной, здоровьем питанием, фитнесом и йогой. А люди, парни, которые уже в возрасте, так сказать, автомобилем, политикой, повесткой дня и новости спорта. На чём слушают? Друзья, в основном все слушают, естественно, на мобильных устройствах, это реалии сегодняшнего дня. Музыку, смотрите, чуть отожрал компьютер, да, и меньше Яндекс.Станции, тогда как подкасты, чаще, опять же, всё на мобильных, но музыку чаще ещё на ПК слушают. А когда публикуют и когда слушают? Ну, чаще слушают, как ни странно, смотрите, выпуск, прослушаем выпуск, прослушаем выпуск, прослушаем в четверг. Вот это да, вот это да. Чаще публикуют и чаще слушают в четверг, друзья. А в какое время выходят новые эпизоды? Ну, тут всё очевидно, в рабочее время больше эпизодов. Когда слушают подкасты и музыку, подкасты и музыку, ну, тоже по рабочему времени можно просмотреть, да, едут с работы, меньше слушают. Ну, короче, на работе, ребят, слушают, значит, подкасты и музыку. Друзья, вот, собственно, и всё, вот такое исследование, ссылка на неё будет в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok